Саратовский губернатор Игнатьев Министерство внутренних дел отчет, в котором говорилось о желанности открытия сего университета в Саратове. 10 июня 1909 года Николай II на борту императорской яхты «Штандарт» подписал закон об открытии 10 университета в России в составе одного медицинского факультета. Это знаменательное событие было встречено в России как торжество, не только местное, но и национальное, праздник высшей русской науки. Государственный совет разрешил открыть университет только одним медицинским факультетом с приемом на первый курс 92 студентов. 23 сентября 1909 года во временно арендованных помещениях начали обучение 109 студентов. Первым ректором был назначен Василий Иванович Разумовский, оперирующий хирург с мировым именем из Казанского университета. Для проектирования и надзора за строительством университетского городка он пригласил казанского архитектора Карла Мювки. В ноябре 1909 года строительная комиссия остановилась на варианте строительства университета на Московской площади, а через 6 месяцев состоялась закладка на Московской площади здания Института экспериментально-медицинских наук. В этот же день состоялся акт торжественного открытия университета. Правление университета в этот день получило более 800 приветственных телеграмм и адресов. На это собрание откликнулись все университеты России во главе Академии наук. Очень многие зарубежные университеты, а именно университеты Кембриджа, Лондона, Парижа и так далее. В университете были учреждены 7 кафедр анатомии, физиологии, зоологии, физики, химии, хирургии, ботаники. В результате строительства первой очереди был создан целостный ансамбль архитектуры. Два корпуса близнеца, первый и второй, хотя в них все-таки есть отличия, между которыми спрятался четвертый корпус. Открытый парадный двор связывал эти три корпуса воедино, визуально увеличивая глубину территории. Третий корпус был выстроен отдельно от первого и второго, второго и четвертого, формируя линии университета по Казарменной улице, ныне университетской. Корпуса первой очереди были предназначены для анатомического института. Два корпуса для института экспериментальной медицины и четвертый корпус для физического института. Помимо этих корпусов в плане застройки университетского городка значились корпус химического института и здание фундаментальной библиотеки. Со временем университет продолжает строиться и расти. В сентябре 1912 года в период ректорства Василия Ивановича Разумовского был заложен фундамент здания факультетской хирургической клиники. Осенью 1913 года здание терапевтической клиники. Летом 1915 года началась постройка клиники «Ухо-горло-нос» на средство пожертвования профессором Симоновским, употребившим на это все свое состояние. В 1916 году была заложена клиника нервно-психических болезней. Начавшее строительство прекратилось в годы мировой и гражданской войны. И лишь в 1923 году удалось добиться финансирования, а самое главное нарядов на строительный материал. В результате чего к 1926 году был готов клинический корпус, где были временно размещены хирургическая и терапевтическая клиники. В 1999 году к 90-летию СГУ было окончено строительство административного 10-го корпуса по проекту архитектора Юрия Константиновича Бурмистрова, который стал новым символом университета. У истоков создания и развития первого высшего учебного заведения в Саратове стоял талантливый хирург, первый ректор, профессор Василий Иванович Резумовский. К 1912 году ректор сумел организовать коллектив винных, преданных высокому врачебному долгу, преподавателей и профессоров. Это целое созвездие будущих академиков и деятелей отечественной наукой, наукной ворус, богомолец, кушев, скворцов и другие. Он незамедлил пригласить своего друга из Смоленска, чтобы сделать заведующим кафедрой госпитальной хирургии университета Сергея Спаскукотского, через время который становится членом физико-медицинского общества врачей, которое было сформировано еще в 19 веке в 60-х годах. В январе 1923 года на должность ректора был избран Сергей Романович Миротворцев. Он внес большой вклад в построение университета. При его ректорстве был открыт Клингородок. В 1926 году, 28 ноября, состоялось торжественное открытие клинического городка. Свою работу Миротворцев совмещал также с открытиями в области новых медицинских учреждений. До 1917 года медицинский факультет оставался единственным факультетом университета. Потом начали появляться новые факультеты и со временем выделялись в другие университеты. В 1930 году медицинский факультет стал самостоятельным медицинским институтом. Начало пути подготовила ученица 7 класса Шатурная Диана. Сергей Романович Миротворцев родился в 1878 году в семье филолога и учителя гимназии Романа Львовича Миротворцева и его жены Александра Ивановна Миротворцевой. Встанется Усть-Медведецкая. Ныне это город Серафимович, область войска Донского. Еще учащий в 6 классе гимназии Сергей Миротворцев поступает на курсы плодоводства и огородничества курского земства, оканчивает их и получает звание техника садовода. Казалось бы, с этого момента судьба Миротворцева определена довольно-таки четко, но далее события развивались совсем иначе. В Корочу приехал молодой талантливый хирург Василий Герасимович Лисовой, ученик великого профессора Коха. Слышал об этом и Сережа, но до поры до времени особого значения этому не придавал. Но однажды Лисового пригласили в гости к Миротворцевым, и, разговарившись с Сережей, он спросил его, чему он собирается посвятить свою жизнь. Тот ответил, что мечтает поступить в сельскохозяйственную академию. Лисовой предложил, приходите ко мне в больницу, своими глазами увидите какое-то поразительное искусство, хирургия. Гимназист Миротворцев приглашение принял. Пришел к Лисовому на операцию и остался потрясенным. Он словно прикоснулся к великому таинству исцеления человека. Миротворцев. Начало пути. Подготовила Мишурина Полина. Вспомнив Лисового, его операции уже позже Миротворцев стал студентом медицинского факультета Харьковского университета. Это было за два года до начала 20 века. Так, совсем неожиданно для себя и для своих родителей, Сергей Миротворцев сделал жизненный выбор. Учится Сергей вдумчиво и уже на первом семестре вместе со своим сокурсником Владимиром Воробьевым пишет сочинение «Сосуды, нервы и сухожилия стопы человека». Обоих авторов этой работы награждают золотыми медалями университета с надписью «Преуспевающему». Интересно, что тогда же профессор Алексей Константинович Белоусов удостоил Сергея Миротворцева еще одного своеобразного приза? Ему вручили человеческий скелет. Естественно, для научной работы. Сокурсник Миротворцев Владимир Воробьев в дальнейшем разрабатывал стереоморфологические методы препарирования. Стал автором широкоизвестных научных работ, учебников и пособий по анатомии человека, первого отечественного пятитомного атласа анатомии. Участвовал в бальзамировании тела Владимира Ильича Ленина. Чуть позже страшная весть облетела Россию. Не выдержав издевательств, сожгла себя в знак протеста курсистка Ветрова. В студенческой среде поднялась буря негодования. Почти треть студентов была исключена из университета, в том числе и миротворцев. К счастью, через год его основу приняли в университет. С новым пылом, наверстывая упущенное, Сергей принимается за учебу. Уже будучи на пятом курсе, Сергей со своим сокурсником Воробьевым взялся за новую научную работу. Вывихи костей запястья. Вдвоем они проделали массу экспериментов. И снова был успех. Снова им вручились золотые медали. Их имена торжественно занесли на браморную доску актового зала университета. Честь высочайшая. Подоставивались ее только избранные. Прямо учебы прилетело быстро. И вот настал день, когда вместе со своими товарищами по учебе Сергей Миротворцев произнес слова клятвы Гиппократа. И получил диплом лекаря с отличием. Ему предлагали остаться в университете для дальнейшей научной работы. Но он подумал и не согласился. Сергей понимал, знание знаниями, но чтобы стать настоящим студентом, ему нужна еще и солидная практика. Без денег, без протекции, с одним только желанием работать и работать во имя жизни и здоровья людей, он едет в далекий, неизвестный ему Петербург, к знаменитому в то время хирургу Абуховской больницы Алексею Алексеевичу Троянову. Сергея Романовича берут в Абуховскую больницу. Кстати, она была предназначена для чернорабочих. Сверштатным ординатором с мизерным окладом 15 рублей в месяц. Он жадно перенимает у своего нового самобытного учителя секрета мастерства, нещадя себя проводит в клинике дни и ночи. Уже будучи проявляются невероятные качества уникального хирурга, педагога и общественного деятеля Миротворцева. Это трудолюбие, преданность делу, интеллигентность и самодвижность. Сергей Романович Миротворцев. Террор Красного Христа во время Русско-Японской войны 1904-1905 годов. Подготовил ученик 10 класса Трунилин Иван. Русско-японская война является одной из важнейших страниц в истории Российской империи. В 1898 году Россия в рамках соглашения дружбы с Китаем выкупает у последнего Леудунский полуостров на 25 лет и строит на нем крепость Порт-Артур. Порт-Артур становится основной базой русского флота на Тихом океане. Военные действия начались 27 января 1904 года, когда японская эскадра атаковала русский Тихоокеанский флот. Стоявший без особого хранения в Порт-Артурском рейде. Почти сразу же в Порт-Чичимульпо были атакованы такие корабли, как крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Корабли отказали сдаваться врагам и приняли бой против 14 кораблей японцев. Японская страна выразила почести героям, совершившим подвиг и отказавшимся отдавать свои корабли на радость врагам. Вместе с отрядами Красного Креста, на которые была возложена ответственность за оказание медицинской помощи раненым во время русско-японской войны, в Порт-Артур на санитарном поезде прибывает хирург Сергей Романович Миротворцев. Вместе с другими врачами из Красного Креста, Сергей Романович сразу же включается в подготовку санитарного парохода «Монголия» на воду для сопровождения эскадры под командованием вице-адмирала Макарова. Степан Осипович Макаров являлся главнокомандующим Тихоокеанского флота во время русско-японской войны. Макаров готовился к активным действиям на море и защите Порт-Артура. 31 марта 1904 года он вывел свою эскадру во внешний рейд, чтобы вступить в бой с противником и заманить того под огонь береговых батарей. Однако его флагманский корабль «Петропавловск» подорвался на мине и в течение двух минут затонул. Погибла большая часть команды, весь штаб Макаров. 31 марта 1904 года в 9.43 утра в носовой части корабля по правому борту раздался взрыв, задевший носовую башню главного калибра. Боезапас детонировал. По истечению минуты корабль погрузился в воду носовой частью. Затем последовал взрыв котлов, после которого Петропавловск, разломившись надвое, ушел под воду. Шлюпки с других военных судов принялись подбирать плавающих в воде людей. Удалось спасти 80 человек. Однако поиски самого Макарова не увенчались успехом. Он погиб вместе с его 10 штабными офицерами, 18 корабельными офицерами, а также 620 матросами и известным художником-баталистом Верещагиным, делавшим наброски для своих картин во время похода. Санитарный пароход Монголия находился тут же. Однако, исходя из правил Красного Креста, он не смел даже приближаться к военным судам, чтобы забрать у тех раненых. По истечению боя эскадра разделилась надвое. Некоторые сумели прорваться через блокаду и выйти в нейтральные воды, а некоторым было суждено вернуться в Порт-Артур. И тут, на санитарном пароходе Монголия, вырос вопрос, двигаться в нейтральные воды под безопасным флагом Красного Креста или же вернуться в Порт-Артур, где с каждым днем растет число раненых и остро требуется помощь медицинского персонала. Так Сергей Романович Миротворцев стал врачом в осажденном Порт-Артуре. Наиболее ярким свидетельством героизма защитников Порт-Артура во время осады, а также врачей Красного Креста, является книга Александра Николаевича Степанова «Порт-Артур». Александр Николаевич Степанова, книга «Порт-Артур». Подготовил рубашки на Александр Артур. Большинство тех, кто знаком с историей русско-японской войны, свое первое представление о героической обороне этой крепости русскими войсками получили после прочтения одноименного романа Александра Николаевича Степанова. Впервые роман увидел свет в Краснодаре в 1940 году, во время Великой Отечественной войны, и в преддверии войны с Японией книга привела особую актуальность. И в 1944 году роман вышел в Москве большим тиражом и получил широкую известность. Уже после войны в 1946 году по его мотивам была написана пьеса «До тихом океане», постановки которой долгое время проходили в прокрутнейших столичных театрах. Был написан киносценарий. Автор в том же году стал риотом «Сталинской премии». Степанов неоднократно рассказывал о своей жизни в «Порт-Артуре», о мальчистских впечатлениях, о пребывании на позициях в боях. И до недавнего времени никаких сомнений в личном участии юного Саши Степанова в обороне крепости не возникало. Но в процессе работы по установлению имен русских офицеров, защитников «Порт-Артуре» никак не удавалось найти документальных свидетельств, подверждающих слова писателя. Не находился ни одного упинания офицера Стекова Степановича или юну Сташа Степанова. Это отсутствие вызвало все больше недоумений. Среди участников «Порт-Артуре» было несколько офицеров, нашли их фамилию Степанова. Но никто из вышеперечисленных не подходил на руле от записателя. Поиски этого офицера заставили пристальнее рассмотреть биографию автора Романа «Порт-Артуре». Известно, что Степанов состоял в переписке с врачом Красного Креста Сергеем Романовичем Миротворцем. В 1945 году Степанов рассказывал о себе. В начале ноября около домика, где я жил, упала 11-дюймовая японская бомба. Домик развалился, и мне повредило обе ноги. Меня отправили в больницу Красного Креста. Лечил мне доктор Сергей Романович Миротворцем. Вот теперь стал профессором орденоносцев, заслуженным детям науки и работал в Саратовском медицинском институте. И доктор Тихоцкий, который нынче занимает должность главного врача в Ворошиловградской железнодорожной больнице. И я сейчас с глубокой благодарностью вспоминаю о них. Существует письмо Степанова. Оно приведено в качестве редакционной сноски в публикации книги Миротворцем «Страница жизни». Ну-ка, уважаемый Сергей Романович, позвольте попросить вас принести 135 лет паспорта. Итак, 7 октября 1904 года. Большое двухэтажное здание Красного Креста. Едва только отстроено. Длины ряды кое-вы с больными и раненными. Среди них высокий стройный красивый молодой врач. Вельсерчак и общий любимец Сергей Романович Миротворцем. Доктор Миротворцем разговаривает со своим земляком, стрелком Александром Степановым. Раненый солдат просится на выпуск, но доктор уговорит еще обождать. «Поперед, батьки, все, клонесуйся», — говорит он, а сам только что вернулся с позиции, где под ружейным огнем перезвязывал тяжело раненого. Под перематированными вами ноги действуют и по сейчас исправно. «Позвольте же вас поблагодарить за тогдашний уход за мной и прекрасное для лечения. От души желаю вам всего лучшего. Искренне благодарны вам и по сей времени Степанов, инженер и профессор Краснодарского химического института». Письмо написал на рулет Сталинской премии Александр Николаевич Степанов, автор заменитого исторического повествования Порт-Артур, где правдиво и ярко описывала вся Порт-Артурская эпопея. Миротворцы в полукрепости сранены до самого конца, оставаясь с ними даже после занятий гордыми японцами в результате позорной капитуляции Порт-Артур. Затем доктор Миротворцев сопровождал раненых на родину на застрахованном в Германии пароходе Траве. Рейс этот был исключительно труд. По итогам деятельности Сергей Романович был награжден орденом Святой Анны II степени с вегоней с мечами, Святой Востанислава III степени с мечами, золотой медалью на георгиевской ленте с надписью «За храбрость», медалью Красного Креста за войну с Японией, серебряной медалью за осаду Порт-Артур нагрудным знаком Красного Креста II степени. В русско-японскую войну главным уполномоченным Красного Креста и заведовавшим его квантунским отделением был егерд-мистер Иван Петрович Балашов. В Порт-Артуре его усилиями было построено новое здание Мариинской больницы, основан санитарный городок, организовано снабжение госпиталей и лазаретов продовольствием и медицинским оборудованием. Особо уполномоченный российского Красного Креста егерд-мистер высочайшего двора граф Балашов рекомендовал миротворцева на должность ординатора госпитально-хирургической клиники престижной военно-медицинской академии. После Пирогова возглавивший кафедру Федоров продолжал внедрение в практику нового типа преподавания хирургии у постели больного. Медико-хирургическая академия, открытая в Петербурге в конце XVIII века, представляла самое крупное высшее учебное заведение России. В 1903 году возглавлял кафедру госпитальной хирургической клиники военно-медицинской академии и внес большой вклад в модернизацию учебной, лечебной и научной работы, повышение уровня профессиональной подготовки врачей. На слайде вы можете видеть Сергея Петровича Федорова в рабочем кабинете Императорской военно-медицинской академии. Владимир Андреевич Оппин Российский хирург, профессор, действительно светский советник, председатель XX Всесоюзного съезда хирургов, основатель хирургической научной школы. По мнению Владимира Андреевича, научная деятельность должна выражаться не только в работе самого профессора, но и у учеников. Он подготовил целую плеяду выдающихся профессоров, чьи имена являются достоянием отечественной и мировой медицины. Миротворцева, Ахутина, Банайтиса, Петрова и других. На слайде вы можете видеть сотрудников госпитальной хирургической клиники военно-медицинской академии. В 1909 году Сергей Романович был в научной поездке за границей. Он работал в клиниках Бира в Берлине, лекеров Кенинсбера, Кохера и Деа Карвена и Верни Иру в Лозане. Знакомство с западноевропейской хирургией позволило ему изучить опыт операций на сосудах, операции пересадки костей и суставов, операции на щитовидной железе. Поездки для изучения опыта работы европейских клиник позволили сделать много новых интересных наблюдений. В марте 1914 года Сергей Романович Миротворцев по конкурсу был избран профессором Саратовского университета по кафедре хирургической патологии дисмургии и учениям о вывихах и переломах. Назначение в Саратов. Первая мировая война. Подготовила ученица 10 класса Костина Елизавета. В 1914 году профессор Опель рекомендует Миротворцева на заведование кафедрой хирургической патологии открытого в 1909 году Императорского университета. В Саратовском университете уже работали известные хирурги Разумовский и Спасококотский, но потребных профессора-хирургах оставалось. Сергей Романович был избран по конкурсу профессором кафедры хирургической патологии дисмургии, разделом медицины, изучающим наложение технику повязок и швов. И учением о вывихах и переломах. По приеде в Саратов первые несколько месяцев кафедра Сергея Романовича находилась в хирургическом отделении 1-й городской больницы. Первое знакомство с хирургической клиникой и Саратовом было для Сергея Романовича серьезным испытанием. Сам Миротворцев вспоминал «Бедность больницы, отсутствие примитивных удобств и условий для преподавания все это действовало на меня угнетающе. Но ведь я приехал в Саратов делать благое дело, так неужели я окажусь трусом?» По предложению Миротворцева Саратовская городская дума произвела к основному в то время корпусу городской больницы, ныне терапевтическому, пристройку, в которой разместились аудитории, лектории, кабинеты профессоров и сотрудников кафедры. В связи с началом Первой мировой войны 1914 года Сергей Романович Миротворцев добровольцем ушел на фронт. Он становится главным хирургом-консультантом госпиталей Красного Креста Юго-Западного фронта. В годы Гражданской войны под его руководством в Саратове и области были сформированы и работали 60 госпиталей для оказания помощи раненым. Миротворцев служит в Варшаве, затем в Люблине. В середине 1915 года принимает участие в организации хирургической помощи кавказской армии. В связи с обострением обстановки на фронтах был вызван на Северный флот в госпиталь финского городка Цеги Маншифельд. В 1916 году в Минске Сергей Романов заболел дезинтерией и был вынужден долго восстанавливать здоровье дома у матери в Харапевской губернии. После окончания Первой мировой войны Сергей Романович возвратился в Саратов на кафедру общей хирургии. В 1919 году был избран на кафедру факультетской хирургии, которую он заведовал в течение 30 лет до конца своих дней. В 1922 году Сергей Романович Миротворцев был избран ректором Саратского университета и оставался в этой должности 6 лет. В этот период особое внимание уделял строительству Клингородка, крупнейшая больница города. В 1926 году было завершено строительство университетских клиник, и это справедливо рассматривалось как существенная веха в культурной жизни страны. Клинический городок Саратского государственного университета, клиническая больница имени Миротворцева, ученик 10 класса, Пятиков Дмитрий. В 1917 году Сергей Романович Миротворцев возвращается в Саратов на кафедру общей хирургической патологии. Успешная работа и большой авторитет среди сотрудников университета способствовали избранию его ректором. Приняв должность ректора Саратовский медицинский университет, до предела обнищавшей во время войны революции и хозяйственной разрухи, Сергей Романович Миротворцев начал работать над восстановлением университетского хозяйства и организацией его структуры. В 1912 году на окраине города недалеко от Агафоновского поселка началось строительство первых корпусов клинического городка архитектора Мювки. Клинический городок был неотъемлемой частью Саратовского императорского университета при его проектировании архитектором Мювки. В сентябре 1912 года в период ректорства Разумовского был заложен фундамент здания факультетской хирургической клиники, осенью 1913 года здания терапевтической клиники. Первая мировая война и последующие политические события не позволили ввести архитектурный ансамбль Клинградка в срок. Этот комплекс строился как стационарная клиника при единственном тогда медицинском факультете. Выраженец Саратова Академик Симоновский выделил 100 тысяч рублей излишних средств для возведения специального корпуса. Мювки разработал проекты зданий для университетских клиник хирургической болезни уха горного носа имени Академика Симоновского терапевтической и нервно-психиатрической, строительство которых началось в 1916 году. Весной 1918 года достройку клиник взял на себя Совет городских комиссаров, а затем отдел городского строительства при коммунхозе. Но строительные работы были вскоре прекращены. В 1918 году здания хирургической клиники и клиники болезни уха горного носа были заняты проходящими воинскими частями и лазаретами. В 1920 году перед правлением университетов стала трудная задача отремонтировать и достроить клиники. Но из-за отсутствия нужных средств вопросы достройки клиник временно пришлось отложить. Организаторские способности Сергея Романовича Миротворцева проявились на поприще ректора Саратского университета. В этот период особое внимание уделял строительству клинического городка, крупнейшей больницы города, что стало значительной вехой в культурной жизни страны. В августе 1923 года Сергей Романович Миротворцев выступил со специальным докладом в Совнаркоме в Москве и ему удалось добиться ассигнований и нарядов на строительные материалы, после чего сразу же приступили к достройке клиник. 28 ноября 1926 года состоялось торжественное открытие клинического городка. Саратовские известия оповестили горожан об открытии клинического городка. За время деятельности Миротворцева была хорошей базой для подготовки кадров. При университете развернулась работа целого ряда медицинских обществ. И по сей день эти корпуса университета остаются важнейшими медицинскими учреждениями в России. Сергей Романович Миротворцев во время Великой Отечественной войны подготовила ученица 10 класса Гущина Анна. Сергей Романович Миротворцев был в Сталинграде, когда началась Великая Отечественная война, Пятая война в его жизни. Ночью 22 июня 63-летний профессор Саратского мединститута Миротворцев посылает телеграмму в Генеральный штаб Красной Армии с просьбой использовать его опыт. И вот ответ. Ваша просьба достойна патриотов нашей Родины. Генштабом Красной Армии удовлетворена. Сначала Сергей Романович был назначен помощником начальника эвакопункта, а затем уже главным хирургом эвакогоспиталей Саратова и области. Необходимо было многое делать быстро и в широких масштабах, формировать и развертывать все новые и новые госпитали, подыскивать для них помещения, заботиться об уходе за ранеными, их питании, перевязочном материале. И как когда-то говорил великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным в театре войны. Госпитали Саратова и области приняли первые эшелоны с ранеными в начале июля 41-го года, и этот обогренный кровью людской поток нарастал с каждым днем. В 42-м году, когда развернулись жестокие бои в районе Сталинграда и Саратов стал прифронтовым городом, в местные госпитали раненые прибывали прямо с передовой из жуткого пекла, перевязанные наспех под огнем противника, сочащихся кровью в бинтах. По сути дела, саратовские госпитали выполняли в ту пору функцию полевых подвижных госпиталей и даже медсамбатов. В те нелегкие годы Сергею Романовичу Миротворцу помогали врачи и профессоры, которые работали круглые сутки, оставаясь в госпиталях около тяжелобольных и раненых. Ни о каком отдыхе не приходилось говорить, так как на каждого врача приходилось 2-3 раза больше раненых. Необходимо было перевязывать раненых, помогать старшим товарищам при операциях и, конечно же, утешать и успокаивать раненых, которые со стороны врачей встречали исключительное внимание и заботу. К таким врачам-героям относятся Краузе, Робинович, Архангельский, Оглоблен, Некрасов, Захаров и многие-многие другие. Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем больше ценность несут в себе ни с чем не сравнимые свидетельства их участников, их письма, фотографии, документы. Особенное место в этом ряду занимают чудом дошедшие до нас личные дневники военного времени, обладающие огромной силой эмоционального воздействия на тех, кто спустя много десятилетий после 9 мая 1945 года берет их в руки. К счастью, и Сергей Романович Миротворцев в те незабываемые годы вел свой личный дневник. Конечно, он не был писателем, да и не стремился к тому, чтобы красочно описывать происходящее вокруг него событие, но эти скуповатые, подчас торопливые строки, занесенные в дневник по свежим следам, несут в себе громадный, разносторонний материал, как в профессиональном, так и в лично человеческом плане. И вот некоторые записи из его дневника. 1 января Срочно вызвали в госпиталь смешанного профиля. Надо было осмотреть молодого красноармейца с тяжелым ранением бедра. 2 января Среди ночи поехал в сортировочный госпиталь. У раненого открылось вторичное кровотечение из раны. 13 января В этот день Сергей Романович провел в госпитале для тяжелораненых и сделал такую запись. В корпусе тепло и не переполнено, а в перевязочные и операционные сердце всего учреждения холодно. Это абсурд. А между прочим, раненых можно перевязывать только раздетыми и спокойно лежащими. Иначе очень важные подробности в развитии патологического процесса могут ускользнуть от внимания врача. 20 января Срочный вызов в госпиталь по поводу газовой гангрены развившейся у раненого 23-24 января Операции 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 Основываясь на бесценном опыте лечения тысяч и тысяч раненых Сергей Романович Миротворцев делает ряд важных научно-практических выводов. В частности, речь в них шла о том, чтобы делать первичную обработку ран в качестве первой врачебной помощи. Как можно раньше делать операции при ранениях черепа и мозга, груди и живота, бороться с шоком на передовых позициях, переливать кровь в условиях фронта. Это был принципиально новый, исключительно прогрессивный взгляд на военно-полевую хирургию в условиях Великой Отечественной войны, сыгравшую большую практическую роль в помощи раненым. Если же учесть при этом самоотверженность всего медицинского персонала с главным хирургом Сергеем Романовичем Миротворцевым и его блистательный организаторский талант, то сразу же будет понятен такой немаловажный факт, что более 70% раненых, лечившихся в саратовских госпиталях, возвращались в строй и продолжали бить ненавистного врага. И вот, что еще осталось от академика Миротворцева. Память о его уникальном, высшей степени гуманном отношении к каждому больному или раненому, да и вообще к каждому человеку, когда-либо встречавшемуся на его жизненном пути. Более 50-летий прошло с тех пор, как перестало биться его горячее сердце, а о нем до сих пор ходят легенды. Больные говорили, что после встречи с Сергеем Романовичем становилось легче, болело поменьше, и они даже переставали бояться предстоящей сложной операции. В речи перед молодыми хирургами, с которыми выступил Сергей Романович 15 марта 1942 года, он призывал их любить раненых. А любить, пояснял он, это значит жертвовать собою, своим временем, досугом, своим отдыхом, своими желаниями, своими удовольствиями. Необходимо отдать свое сердце и так относиться к раненому, как к самому родному. Хирургия не служба, а честь, радость, вдохновение. Хирургия счастья людей, отцов, матерей. Сергей Романович Миротворцев был главным хирургом Саратовской и Пензенской области во время Советско-финской и Великой Отечественных войн. Сделал ряд важнейших научно-практических выводов и ввел принципиально новый, исключительно прогрессивный взгляд на военно-полевую хирургию в условиях Великой Отечественной войны. Итак, в 1945 году он был избран действительным членом Академии медицинских наук СССР. За большие заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Сергей Романович Миротворцев был удостоен двух орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды и трех медалей за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за оборону Сталинграда и за победу над Германией. Страница истории жизни и деятельности участника Сергея Романовича Миротворцева после войны ученица 10-го класса Кириллова Екатерина. Ивакогоспиталь номер 995 Этот госпиталь был создан буквально в первые дни начала Отечественной войны. Ивакогоспиталь 995 стал принимать раненых почти с первых дней своего существования. Самыми тяжелыми были 1942 и 1943 годы, когда из Сталинграда один с другим приходили волжские пароходы с ранеными. Пассажирский причал номер один находился почти у князевского звоза, в ней посредственной близости от здания госпиталя. Для транспортировки тяжелораненых госпиталь использовал полуторки и подводы на конской тяге. Но многие раненые, пережив бомбежки и артообстрелы пароходов по пути в Саратову, не дожидаясь очередного рейса машины или подвода буквально в смысле этого слова, ползли по князевскому звозу по направлению госпиталю. Госпиталь номер 995 с ортопедическим профилем был размещен в здании 46-й школы. Во время Великой Отечественной войны главный консультант Эвакогоспиталей в Саратовской и Пензевской областей Сергей Романович Миротворцев считал госпиталь номер 995 одним из лучших. Сергею Романовичу Миротворцеву в 1945 году было присвоено звание действительного члена Академии. Вот на это можно было бы успокоиться. Но Сергей Романович не из тех, кто стремится к отдыху. Он продолжает работать над хирургией послевоенное время. Выступая на одном из заседаний ученого совета данного института, Миротворцев отмечал, что данный научно-исследовательский институт основан в Саратове на базе одного из самых лучших госпиталей номер 995. Кадровый потенциал и материально-техническая база Ивака госпиталя позволили сразу после окончания войны создать мощные научно-исследовательские и методические центры изучения последствий ранений, выработки новых методов лечения и проверки старых, уже получивших право гражданства военно-полевой хирургии. Саратовский научный исследовательский институт ортопедии и восстановительной хирургии Наркомздрава РСФСР был образован 19 ноября 1945 года на базе Ивака госпиталя номер 995. Сергей Романович Миротворцев директор НИИ восстановительной хирургии и травматологии в 1948 году. В 1949 году Сергея Романовича не стало. На похоронной панихиде присутствовал его ученик и ближайший его работник, проработавший с ним почти 30 лет, это Николай Васильевич Захаров. Сегодня в связи с пятилетием со дня смерти Сергея Романовича я, как ближайший его ученик, проработавший с ним почти 30 лет, не буду делать очерка о его жизни и деятельности. Все заслуги Сергея Романовича сторона официальной части его большой биографии. Всеобщую любовь, огромную известность и уважение он сникал себе не только как крупный ученый и хирург, но и благодаря особым качествам своего характера. Прежде всего у него была какая-то особая приветливость ко всем людям. Всякого нового человека он сразу покорял обаянием своей личности. Его любили все, его помощники и ученики, младший и средний персонал, студенты и вообще все люди так или иначе с ним соприкасающиеся. Особой любовью он пользовался у больных. Маршрут экскурсии, посвященный участнику пяти войн академику Сергею Романовичу Миротворцу выполнила ученица 10 класса Феофанова Елена. Итак, наша инициативная группа подошла к последнему этапу работы прохождения маршрута на территории клинической больницы имени Миротворца Саратовского государственного медицинского университета. Сегодня клиническая больница имени Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Розумовского крупнейшее структурное подразделение Саратовского государственного медицинского университета основанное в ноябре 1926 года существует уже 94 года. Больница основная лечебная база медицинского университета развернута на 1040 коек 465 из которых педиатрические проклинические подразделения консультативные поликлиника, стоматологическая служба, аптека и администрация. На базе больницы функционирует 9 клиник. Клиническая больница – настоящая легенда в истории отечественной медицины, крупнейшее лечебное и научно-исследовательское учреждение федерального уровня в современной России. Ее развитие неразрывно связано с Саратовским государственным университетом. Как видно на плане больницы, вместе с построенными к 1926 году, тремя ее основными корпусами, на ее территории в настоящее время располагается еще 9 зданий, построенных после 1926 года. Каждое из этих зданий уже имеет свою историю. Сохранение в надлежащем состоянии зданий клиники в наше время обеспечивается Комитетом по охране культурного наследия нашей области. Все первые три корпуса клинической больницы внесены в границы объекта культурного наследия нашей области как больничный комплекс 19 века. И в наше время в 2020 году все три здания клинической больницы украшают и клинический городок. Здания отличают в одинаковой особенности архитектурно-художественная форма, единство и высокое качество. Всем этим мы обязаны художественному вкусу и таланту замечательного архитектора Карла Людвиговича Мювки, строительной комиссии Саратовского университета, основателем вуза Сергея Романовича Миротворцева и Василия Ивановича Розумовского. Из истории архитектурный ансамбль клинического городка Мювки с прекрасными зданиями, тенистыми аллеями и фонтаном является достопримечательностью Саратова. Первые и вторые корпуса были построены в 1912-1913 годах архитектором Карла Мювки. Корпус номер 3 также работы Мювки. Был построен в юго-восточной части комплекса в 1927-1928 годах. Остальные корпуса, а их сейчас 9, плюс административный и учебный, были построены в последние 45 лет. Первый хирургический комплекс. В первом корпусе со дня открытия здания находится клиника факультетской хирургии. Хирургическая клиника является значимым компонентом формирования ансамбля клинического городка. Архитектура здания хирургической клиники выполнена в стиле модерна, на классической основе. По фасаду здание разделено на три композиционные оси. Архитектор, учитывая специфику этой клиники, удачно спроектировал ее по сторонам света. Второе здание. В настоящее время в ней располагается клиника нервных болезней, факультетской терапии лечебного факультета, отделение лечебной физкультуры, лучевой диагностики. По величине почти равно хирургической клинике. Второе здание находится на одной линии с первым. Оно также расчленено на композиционные оси. Это здание не лишено тех качеств, которые служат основанием для признания его архитектурно ценным. На третье здание в 1915 году 100 тысяч рублей пожертвовал Николай Петрович Симоновский, уроженец Саратовской области, академик, основатель первой в России кафедры от уриноларингологии в Петербурге. Над боковым зданием установлена скульптура богини здоровья Гиги, одной из дочерей Асклепия, бога врачевания и эпионы. В ногах у молодой богини находится главный ее атрибут, чаша, обвитая змеей, и сова, символ мудрости. 10 июня 2009 года на праздновании столетия медицинского университета на территории клинического городка осветили храм во имя святителя Луки, который был ученым, хирургом с мировым именем, принявший священный сан и не оставивший работу практикующего хирурга. В 2009 году на территории клинической больницы Миротворцева было завершено строительство храма во имя святителя Луки. Миротворцев в 1926 году на открытии клинического городка писал, помимо того, что все главное клиническое преподавание будет сконцентрировано в одном месте, собственные здания, построенные по последнему слову техники и согласно требованиям современной научной медицины, эти клиники-дворцы дадут возможность студенту видеть то, образцово поставленное лечебное учреждение, которое он редко сможет увидеть в обыденной жизни. Сегодня открытые в 1926 году все три клинических корпуса университета являются ценным историческим и культурным наследием и Саратова, и России, памятниками архитектуры и градостроительства, отличающиеся единством замысла и высоким качеством исполнения, архитектурой ансамбль клинического городка со своими красивыми зданиями и тенистыми аллеями является достопримечательностью Саратова. Клиническая больница имени Миротворцева – крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение, хранитель замечательных традиций российской медицины и основная лечебная и научная база Саратовского государственного медицинского университета имени Василия Ивановича Разумовского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова